Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы порассуждать на такую тему, как очищение. И есть много поводов для того, чтобы рассуждать на эту тему. И прежде всего наше тело, оно регулярно нуждается в очищении, потому что в результате своей жизнедеятельности тело через кожу вырабатывают токсины, которые загрязняют нашу кожу, а также загрязняют и нашу одежду, которую мы носим на нашем теле. Были времена, когда люди очищали свое тело нерегулярно, хаотично и крайне редко. Сегодня культ тела, он возведен в первый, скажем так, необходимый лист для всех наших забот. И люди принимают душ и два раза в день, и три раза в день. И есть возможность иметь доступ к горячей воде, к моющим средствам, которых раньше было мало и которые стоили раньше больших денег. Были времена, когда мылись люди глиной, речной глиной. Потом настало время мыла и так далее. И сегодня люди прибегают не только к принятию душа или ванных. Нет. Есть более глубокое очищение своего тела. Ну, например, это сауны, это очищение кишечника, это очищение сосудов, печени, легких, даже памяти. И есть средства, которыми мы можем пользоваться для очищения нашего тела. То же самое и наша одежда. Были времена, когда люди носили месяцами, а в Монголии описываются случаи, когда носили годами до стирания одежды. И потом ее просто заменяли, выбрасывая. В отличие от нашего тела, одежду можно выбросить и приобрести новую. Очищение нашего жилища. И здесь тоже есть определенные как моющие средства, так и более глубокие, более, скажем так, трудоемкие процессы для очищения. Да, скажем, для того, чтобы очистить стены жилья от плесени, нужно определенные действия, которые носят как долгосрочный характер, так и затратный характер. И когда люди уже не в состоянии реновировать, реставрировать, ремонтировать свое жилье, они просто-напросто переезжают из ветхого в новое жилье, или, по крайней мере, пытаются это делать каждые, условно, 30-50 лет. Машины, транспортные средства тоже нуждаются в регулярном очищении. И неблагоприятные погодные условия, а также люди, которые приносят в эти внутренние салоны автомобилей грязь, это все необходимо делать, причем регулярно. Но наш разум, он также нуждается в очищении, потому что мы засоряем свой разум тем, что, во-первых, мы не используем, во-вторых, это нам не нужно. Негативная информация, она также накапливается, не только позитивная, но и негативная, и впоследствии начинает изнутри разрушать наш разум что-то, что не должно в нем находиться, или находиться, по крайней мере, продолжительное время. Слово катарсис, это греческое слово, которое означает очищение, оздоровление, и возвышение. Слово возвышение, это чисто духовное слово. И так как люди все грешны, я думаю, мы можем с этим согласиться, все люди ошибаются, все люди притыкаются, соблазняются. Сами по себе люди, они ограничены, как в духовных, так и в физических своих возможностях, и поэтому после ошибок, тяжелых ошибок, которые тоже бывают у людей, криминальные ошибки, бывают измены, бывает предательство, и люди не застрахованы, к сожалению, от всего этого. Как бы они ни старались, как бы они ни старались, поэтому грешность человека, она общеизвестна, и разуму, и душе человека необходимо очищение, освобождение и возвышение. И поэтому человек всегда искал в духовном невидимом мире ту личность, которая бы могла ему помогать в этих вопросах очищения и освобождения. И поэтому Бог, Он посылает Иисуса Христа воплотить человека на эту землю только для того, чтобы Иисус Христос страдал, взял немощи людей на себя, затем пролил свою невинную кровь, и через эту кровь люди, которые ищут Бога, которые верят в Него, могли, покаявшись, получить прощение от своих грехов. И даже тогда, когда люди не прощают, Бог через покаяние, Он прощает человека. И слава Богу, что такая возможность у людей есть. Поэтому очищение духовное, оно невозможно через жертвоприношение невинных зверей и пролитие их крови. Оно возможно только в духовном мире через покаяние, через исповедание, причащение и веру в Иисуса Христа как личного спасителя каждого человека, которого Бог любит, естественно, и которому Он не хочет зла, но хочет помочь ему в освобождении и в этом очищении. Поэтому это очень важное духовное действие. Искать Бога, искать возможность для очищения своей души, и затем, примирившись с Богом, стараться больше не вести грешный образ жизни, который тоже дается нелегко. Это однозначно. Рассуждали ли Вы на эту тему? Желаю Вам Божьей милости, благодати. До свидания.